Вырастить рассаду баклажанов – это настоящее испытание, даже для опытных дачников. Как показывает практика, с первого раза получается только у единиц. Это неудивительно, так как существует множество особенностей, которые стоит брать в учет. Семена. Выбор семян – это очень сложный и ответственный процесс. Как правило, именно на этом этапе большинство людей допускает ошибки. Существует два вида семян – сортовые и гибридные. Если речь идет о первой посадке, лучше использовать сортовые, так как вы будете знать, что в конечном итоге вырастет на грядке. Использовать гибридные – это большой риск, ведь они могут менять свою структуру через определенное время. Обработка семян. Когда семена куплены, важно выполнить предпосевную обработку. Идеальное решение – это обеззараживание семян с использованием перекиси водорода. На 100 мл воды необходимо добавить 30 мл перекиси, нагреть смесь до 40-50 градусов и поместить туда семена на 10-15 минут. Обработку стоит выполнять непосредственно перед высаживанием. Как приготовить смесь? Общие требования к почве такие. Почва должна быть плодородная, взрыхленная, легкая. На реакцию ПАЖ реагировать с минимумом. Многие дачники берут землю с огорода, если у них на участке плодородный чернозем. Чтобы не рисковать, лучше приобрести готовый грунт в магазине и составить правильный субстрат для рассады. 1 часть речного песка подмешивается на 4 части низинного торфа и 3 части компоста на 10 литров смеси. Добавляется полстакана сульфата натрия. Если хочется отойти от применения химии, то можно использовать стакан древесной золы. После приготовления смесь тщательно перемешивается, настаивается, а затем снова перемешивается. Условия выращивания баклажанов. Главное преимущество рассады баклажанов, они не требовательны к температурному режиму. Днем можно поддерживать температуру на уровне 14-16 градусов, ночью от 10 до 16. Такой температурный режим позволит укрепить корневую систему. Когда появятся первые сеянцы, температуру необходимо поднимать днем до 27 градусов, ночью можно ничего не менять. Помните, разница между дневной и ночной температурой, когда появились первые саженцы, это очень важно. Подсветка. Чаще всего рассаду высаживают в апреле. Поэтому создается ощущение, что дополнительная подсветка не нужна. По идее, так оно и есть, если речь идет об освещенном помещении, где выращивается рассада. Но важно помнить об одном простом правиле. Идеальная подсветка нужна на 13 часов в сутки. Поэтому важно ориентироваться по ситуации. И в случае чего, добавлять солнечный свет. Полив. Поливать рассаду необходимо обильно и регулярно. После каждого полива следует тщательно рыхлить почву, чтобы влага равномерно распределялась по всей площади. Если воды будет слишком мало, корневая система не будет развиваться должным образом. Самое плохое, что по росткам недостаточное развитие корневой системы определить непросто. Переизбыток влаги также не является чем-то положительным, так как могут начать развиваться грибковые заболевания. Все, кому видео было полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал.